В школе номер 4 поселка Афибский для учеников 9 класса провели мероприятие антинаркотической направленности. Школа имени маршала Жукова реализует пилотный проект «Я выбираю жизнь». Программа позволяет опробировать комплекс профилактических мероприятий, направленных на становление здорового мировоззрения ребенка. И главное здесь – объединить усилия семьи, школы и социума. Я хотела бы рассказать о программе «Я выбираю жизнь». Программа профилактическая, коррекционная, просветительская, дает детям очень высокий уровень осведомленности о современном мире, о том, как нужно правильно вести себя в обществе. Программа насыщена рабочими тетрадями, предполагается занятие один раз в неделю, занятия проходят динамично. Часть занятий идет просмотр какой-то или какого-то ролика, потом обсуждение, потом психологическая игра. В современном обществе распространение и употребление наркотиков среди подростков давно является обычным явлением. Им не терпится быстрее проявить свою взрослость, стать ярче и заметнее в серой толпе. Но наркомания вряд ли способна решить проблему личной индивидуальности. Она лишь усугубляет ее, делая здорового ребенка, глубоко зависимого пациента. Как уберечь подростка от наркотической зависимости? Этот вопрос актуален для всех родителей без исключения. Поскольку очень важную роль в жизни играют родители, основную роль, поэтому очень важно учить родителей выстраивать диалог со своими детьми. Программа, конечно, этому помогает. И родители могут с детьми поговорить о проблемах, о существующих, о том, с чем дети могут столкнуться, ведь они через какие-то 2-3 года вступают во взрослую жизнь. Также в программе дается просветительская часть об уголовной ответственности, распространение наркотических средств и профилактики этих веществ. Дети очень хорошо об этом осведомлены и могут об этом поговорить с родителями. Да, родители тоже довольны, поскольку они раньше этого не знали, как разговаривать с детьми. Мы помогаем родителям больше, как правильно, выстраивать диалог, чтобы у них не было межличностных детско-родительских конфликтов с детьми. Употребление наркотиков в подростковом возрасте – глобальная проблема и массовое оружие убийства. Чтобы уберечь ребенка от наркотической зависимости, необходимо с раннего возраста устанавливать с ним доверительные отношения. Дети должны знать, что жизнь прекрасна и без пагубных привычек в здоровом теле. А наркотики – это всего лишь пустота, за чертой которой ничего нет. Наркотики в 2018 году – это очень плохо. Они вредят здоровью, вредят нашему образу жизни. И нужно сторониться от этих людей, которые продают эти вещи. Нужно следить за своим здоровьем и заниматься спортом. Я считаю, что сейчас в 2018 году и вообще всегда был спорт, а наркотики – они только губят здоровье и мешают заниматься спортом. Каждому школьнику нужно помнить, что никто из погибающих наркоманов не собирался продолжать прием наркотиков. Все лишь хотели попробовать и удовлетворить любопытство. Но за всем этим, как правило, трагичность, загублена человеческая судьба и сама жизнь. Продолжение следует... Особенно вблизи образовательных учреждений. Практика организации отрядов юных инспекторов дорожного движения дает хорошие результаты. Ребята с интересом изучают правила поведения на дороге и всегда готовы напомнить их сверстникам или некоторым взрослым. Если машина водителя не будет соблюдать правила дорожного движения, то он может сбить человека или врезаться в другую машину. А пешеходам нужно ради своей безопасности соблюдать правила дорожного движения. Правила дорожного движения нужны для контроля на дороге водителей и пешеходов. В школах района ведется регулярная работа по информированию несовершеннолетних и профилактике правонарушений на дороге. Взаимодействие школы и сотрудников дорожно-постовой службы дает свои плоды. Спасибо сотрудникам ДПС, не первый раз нас посещают. У нас ведется кружок, юный знаток дорожного движения. Все проводится планово, всегда приезжают, помогают. То есть эффективно, да. Дети соблюдают правила дорожного движения, уступают на пешеходном переходе, правильно проходят, уступают дорогу. То есть все у нас хорошо проходит. Правила дорожного движения – это та информация, которой мы пользуемся каждый день, даже не осознавая этого. Переоценить важность простых и понятных даже ребенку законов невозможно, ведь от этих знаний зависят человеческие жизни. В Северском районе в период православных религиозных праздников Пасхи Христовой и Радоницы Дня повиномения усопших будут проводиться публичные мероприятия. Во время празднования Пасхи в поселениях районов, православных храмах и церквях запланировано пасхальное богослужение. При проведении церковного праздника Радоницы, более известного как Родительский день, в Северском районе более 100 тысяч человек посетят места захоронения родственников. Организации проведения крупномасштабных мероприятий с участием такого числа граждан потребуют от сотрудников правоохранительных органов и жителей района особой бдительности. В целях обеспечения правопорядка в указанный период полиция переходит на усиленный режим несения службы. За два часа до начала проведения праздничных служб сотрудниками полиции будет организована безопасность дорожного движения и перекрыто движение вблизи всех храмов на территории Северского района. Аналогичная ситуация будет проведена нами во время проведения поминальных День Радоницы, проходящих также на территории Северского района. В период с 15 по 17 апреля 2018 года. Будет организовано дополнительное движение микроавтобусов для отвоза и подвоза граждан от мест проведения поминального дня. Но для того, чтобы работа сотрудников правоохранительных органов была максимально эффективной, необходимой доверии и поддержка населения. Успешное обеспечение охраны общественного порядка на территории Северского района во время проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан также во многом зависит не только от сотрудников полиции, но и от законопослушившихся наших граждан. Хотелось бы обратиться к гостям и жителям Северского района во время проведения праздничных мероприятий отказаться от использования своих личных автомобилей с целью не создавая помех работе сотрудникам ДПС и обеспечению безопасности граждан. Напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов, людей или автотранспорта необходимо незамедлительно проинформировать сотрудников полиции. Фестиваль-конкурс детских любительских театральных коллективов «Белая ворона» вновь собрал под своим крылом юных актеров со всего района. Название фестиваля не случайно. Как отмечают организаторы, до недавнего времени у нас практически не было детских театральных объединений. Взяться за создание такого детища – то же самое, что быть «Белой вороны» в стае черных. Не все верили, что из этой идеи родится общерайонный конкурс. В первый год участвовали только два коллектива, но в этом году уже пять творческих объединений заявили о своем существовании. Наш театр образовался три года назад благодаря инициативе нескольких активных мам. Именно поэтому называется «Семейный», потому что поначалу в нем участвовали семьями и дети, и родители. В основном мы делали рождественские спектакли до этого времени, но вот сегодня нас пригласили поучаствовать в фестивале «Белая ворона» детских любительских коллективов театральных. И мы вот уже сейчас с руководителем подумаем о том, что нам надо бы расширять апертуар, и можно было бы уже подумать о том, чтобы сделать что-то на пасхальную тему. Сегодня мы представляем спектакль «Рождественский дед». В нем участвуют детки начальной школы. Мы, конечно же, готовились. Очень трепетно для нас это выступление, потому что это новый шаг. До этого мы выступали в храме Станицы Азовска, в детском саду, в гимназии. А сейчас уже следующий этап, когда мы выходим на районный уровень, и, конечно же, немного волнуемся. Наше объединение посещают ребята с 5 по 9 класс. Все ребята приходят добровольно. Группы разновозрастные. Все нацелены попробовать себя на сцене в роли артистов. Конечно же, детям это нравится. Они раскрепощаются на наших занятиях, познают очень много нового. Вообще, театр, по моему мнению, это самая лучшая психотерапия. Фестиваль помогает школьникам, увлеченным театром, не быть белыми воронами среди сверстников, а реализовывать свои таланты. На сцене юные актеры показали спектакли по мотивам всеми любимых сказок. Персонажи книг Астрид Линград, Павла Бажова, Корнея Чуковского и других авторов погрузили взрослых в чарующий мир детства. Конечно, актерская игра для этих ребят пока только хобби, но может в будущем кто-то из них свяжет свою жизнь с профессиональной сценой и отправится в самостоятельный творческий полет. Будущему урожаю угрожает агрессивный вредитель – коричнево-мраморный клоп. Это теплолюбивая насекомая грушевидной формы, размером 12-17 мм. Родом из Азии, но уже успевшая прижиться во многих уголках мира. Незваный гость садов и огородов входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. В Краснодарском крае уже выявлены случаи его зимовки. Первый удар на себя приняло побережье. В Сочинский район клоп попал из Республики Абхазия, где уже успел нанести значительный урон цитрусовым. Жители обращаются, конечно. Обращаются, что он у них завелся и в домах летает, и зимует, и в подвижном состоянии, и в неподвижном состоянии. То есть в разном виде встречается. Также коричнево-мраморный клоп обнаружен в Новороссийске и Крымском районе. Главная опасность насекомого в том, что питается он многими видами растений, особенно плодовыми и ягодными культурами. Угроза нависла и надзерновыми. По прогнозам Россельхознадзора, в 2018 году экономический ущерб от вредителя может составить 2 миллиарда рублей. Пока самый простой и действенный способ его уничтожения – ручной сбор и сжигание. Но когда установится теплая погода, клоп вступит в фазу активности, и справиться с ним помогут только специальные препараты. В Северском районе организован координационный центр по борьбе с вредителем. Ведь если насекомое распространится по всей площади сельхозугоди, а это свыше 58 гектаров, урон урожая будет значительный. На случай чрезвычайной ситуации для уничтожения коричнево-мраморного клопа создан запас специальных средств. Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Северскому району поступила оперативная информация о возможной причастности одного из местных жителей к незаконному сбыту наркотических веществ. В ходе проведения проверки данная информация подтвердилась. 32-летний местный житель был задержан в ходе проведения оперативного мероприятия в момент сбыта гражданину неизвестного порошкообразного вещества. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения, а именно солью. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьей 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт либо пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Ведется следствие. Сила, красота, дисциплина. Именно эти слова приходят в голову при виде будущих защитников Отечества. Военно-прикладные соревнования «Служить России суждено тебе и мне» прошедшие на стадионе «Олимп» в станице Северской собрали школьников со всего района. Состязания проходили в нескольких дисциплинах. Общее физическое развитие, стрельба, сборка и разборка автомата Калашникова, военно-спортивная эстафета, выполнение тактических упражнений и, конечно же, строевая подготовка. Все это отличная тренировка для юношей, которым предстоит служба в вооруженных силах. Однако отрадно видеть, что в этом году в состав каждой команды входили представительницы прекрасного пола. Очень приятно видеть ребят, которые занимаются и были в прошлый год, они меньше, в этом году уже подросли, набрались опыта, активно участвуют в соревнованиях. Поедем с ними на Зорницу. Конечно, это большое дело. Молодежь – наше будущее. И нужно уделять побольше внимания развитию их, спортивному развитию молодежи, отношению их вообще к обществу. Это очень приятно и хорошо, и ребятам полезно, очень полезно. Дай Бог, чтобы проходили такие соревнования подобные побольше в нашем районе. Призеров соревнований наградили медалями, а победителям вручили чемпионский кубок. Нынешние школьники – это будущее нашей страны. И глядя на них, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что наша Родина в надежных руках. Песня, запи, лай, волки идут с сеной, красиво держит строй, и пора челестят знамена. Комбатный ряда мой, единою судьбой, мы связаны с тобой, друг мой. Служить России суждено тебе и мне. Говорит и показывает атаман. Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова